Всем привет! Сегодня моё новое видео о большой посылке с сайта ebay. Посылка была довольно большая такая, довольно много всего я заказывала, но скажу я вам, что пришло не очень хорошего качества. Некоторые вещи меня удовлетворили, а некоторые, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Начнём с украшалок. Для подруги я заказывала вот такие вот прикольные резиночки для волос, которые сейчас входят в моду. А резиночки я вам скажу, ну, так себе. Ну, носить не мне, но мне кажется, волосы они будут держать не очень. Это, волосы должны быть очень тугие такие, пышные, чтобы резинка сидела хорошо, потому что она довольно хлипенькая. Она сильно растягивается, но обратно в свой естественный вид она возвращается очень медленно и неохотно. Вот. И в упаковке, которую заказывала я, было 10 штук. По идее, цвет они выбирают рандомно, то есть то, как упаковщик пожелает. И вот такие цвета пришли. В основном розовый, красный и оранжевый. Только один зелёный и один голубой. Это не очень айс, потому что они в основном розовые, мне не нравятся. Но заказ не для меня, поэтому мне как бы по барабану. Вот. Они как бы чуть-чуть блестят, они такие глянцевые, как будто лаком покрыты. И с таким, не знаю, видно, не видно, с таким рисунком горошком. Наверное, не очень хорошо видно. Но как будто в точечку. Такой светленький горошек светлого цвета, и он тоже по спиральке идёт. Вот. Таких 10 штучек. Ну, судить не мне. Дальше заказывались кольца. Было вот такое кольцо заказано. Честно говоря, мне оно не порадовало, но это тоже не мне. Эта подруга тоже заказывала. Я заказывала такое же кольцо года 4 назад на сайте Million in the Box. Чёрного цвета. И оно мне гораздо больше нравится. Оно тоже было бракованное, так же, как и это. Но там брак был с изнанки кольца, с внутренней стороны. И он настолько незначительный, что, в принципе, его можно чуть-чуть подпилить. И не будет вообще заметно, что там какая-то ошибка. Какой-то брак. Здесь же в кольце брак с лицевой стороны. И это портит весь вид. Но тут, не знаю, у меня качество камеры не очень хорошее. Наверное, будет видно очень плохо. Здесь рисунок, особенно по краям. То есть в центре ещё более-менее. Но вот по краям кольца рисунок как бы не то, что вообще не пробился. То есть он должен быть сквозной. Такое ощущение, что тут наляпали сверху как бы вот этого металла или чего-то, чтобы, не знаю, или он засорился у них этот штамп или что. Короче говоря, очень неприятные такие неровные поверхности. И видно, что брак он с лицевой стороны, а не с изнанки. Что, собственно, самостоятельно и не ставишь. А изнанка вообще очень замечательная, очень ровненькая. Ну, ноу-коммент, без вариантов. То есть, казалось бы, должно быть с лица хорошо. А казалось бы, с изнанки гораздо лучше, чем с лица. В общем, ну, кольцо не мне, так что не судите. А вот. Дальше тоже подруга. Она заказывала вот такое кольцо собачку. Ну, не знаю, для себя или в подарок. Вот. Такая такса. В принципе, ничего. Оно разъёмное. То есть вот тут лапки у неё не соединены. Вот. Видно. Лапки не соединены. И его можно на любой палец, так сказать, чуть-чуть растянуть. Я бы не сказала, что можно сильно растянуть, потому что металл какой-то хлюпенький. Если вот так его всё время разъединять, соединять, мне кажется, оно сломается. Но собачка довольно симпатичная и стоила недорого. Затем тоже подруга заказывала кому-то в подарок вот такое кольцо-коршечку. Вот. Оно тоже разъёмное, но я вам скажу, что оно разъёмное на словах. Потому что вот это кольцо, которое стоило вообще очень дорого по сравнению со всеми остальными, где-то около 500 рублей, оно самое бракованное оказалось. То есть вот эта вот основа, которая должна быть разъёмная, она нифига не разъёмная. Я не знаю, она сплавилась или её просто так плохо вырезали, но оно неразъёмное. Хотя должно быть. На самой кошке тоже с внутренней стороны есть брак. Здесь присутствуют какие-то посторонние винтики, непонятные приплавленные сюда элементы мужского ящичка рукоделия. То есть какие-то палочки, кусочки металлические, что будет цепляться за палец. И как бы это вообще в принципе неприятно, потому что задний вид, он тоже играет особую роль у украшений. А лицевая сторона, да, она блестит, всё супер, но на ней тоже есть браки. И это стразы, которые приклеены прямо в самый край. Это не видно, но вот на хвостике она приклеена в самый край, и если ею зацепиться пару раз от косяк, то стразина оторвётся. Те же самые проблемы с цветочком на голове, такие же стразы приклеены просто в край, и они, ну вот я трогаю, они цепляются, они царапаются. И рано или поздно они отвалятся. Вот. Сама кошечка в принципе довольно аккуратненькая, кроме мордочки. На мордочке наверху виден брак, какое-то наслоение одной морды на другую. Я считаю, что кольцо за такую цену, с таким количеством браков, это просто, ну, нет, конечно, даже попку сделали, извините меня за подробности на кошке, но этой замечательной попкой не прикроешь все те минусы, которые есть у этого кольца. А кольцо достаточно весомое, я так скажу. Ну, оно литое, да, но самое для меня, вот, если тоже не моё кольцо, но для меня было бы большим минусом наличие вот этих заусенцев именно с изнанки, потому что эта сторона касается нашего тела. И то, что может повредить его на кольце, это вообще, ну, плохо, короче говоря. Меня бы это задело. Вот. Хотя подруга тоже заказала вот таких три кольца, а я заказала одно кольцо. Вот. Ну, тоже, извиняюсь за качество ямки, камера не позволяет показать рисунок. Вот моё кольцо, оно с таким тинем фоном, ну, а-ля звёздное небо. Вот. В принципе, я вам скажу, что не активно, но оно того и стоит, что-то около 40 рублей. А, конечно, фигня-фигнёй, вот даже клей остался на кольце. В общем, основа такая довольно хлюпенькая, то есть это, ну, кольцо, вот оно прям пружинит, видно. Я его особо не напрягаюсь, вот держу я, ну да, оно пружинит. Это довольно тонкий металл, филигрань. Вот. Не знаю, видно, не видно. Нет, ну, красиво, конечно. Красиво, но... А, да, оно того стоит. Вот. Видно, что это обычный кабошон, а снизу приклеена картинка на термоклей. И, собственно, всё. Вот. И это у меня звёздное небо. Ну, мне оно нравится за 40 рублей, почему нет? Мордашка из... Девочки из мультика. Кошечка на фоне Луны. И какие-то розовые цепочки. Вот. Ну, кольцо разъёмное, но видно, что вот, я вам скажу, вот два кольца были в упаковке в общей, и они уже погнуты. То есть, неровная, неровная форма кольца, а это вообще внизу всё соединило. То есть, вот такие штуки. Ну, 40 рублей, что вы хотите. Вот. Затем я для себя заказывала вот такой лак для ногтей. Хотела... Даже не лак, а лак-клей для ногтей. Я хотела его попробовать. Я читала про него в интернете, что он очень хорошего качества. Для рукоделия, для работы с полимерной великой, чем я, собственно, и занимаюсь. Вот. И я хотела его попробовать. Он шёл вместе с этим вот клеем, который тоже все рекламируют. Е6000. Профессиональный ювелирный клей. Вот. Я так очень хотела эту посылку. Я думала, что её потеряли, потому что она шла больше полутора месяцев. И я уже готова была жаловаться на сайт. Но, наконец, она пришла. Вот. И я очень рада. Я ещё не пробовала. Но я ради них только и заказывала это всё. Потому что стоят они довольно прилично. И я бы очень расстроилась, если бы они всё-таки их потеряли. Вот. Как попробую, я вам обязательно видео сниму. И выложу, расскажу, как этот клей, как этот плак. Вот. Затем я заказывала вот такие бусины. Очень порадовала, что они действительно металлические. Вот. Но они мелкие. То есть я заказывала 4-х миллиметровые, пришли 2-х миллиметровые. И только в одном пакетике оказалась одна бусинка 4 миллиметра. Ну, в принципе, я не расстроена. Они мне стоили, по-моему, 60 рублей. Вот не помню, за оба пакетика или за один. Это я ещё уточню и напишу вам под видео. И под видео оставлю все ссылки на все покупки. Сами посмотрите. Ещё у меня вот, ну, не очень порадовало, но это довольно забавно. В упаковке с бусинами присутствуют семена. Это, наверное, такой бонус, я не знаю. Ну, может, просто они у них валяются, не важно где, где-то. И они просто их сгребают, и всё, что на столе валяется, там, семена, еда, остатки. Они все-таки в пакет складывают и вот так вот расфасовывают. Ну, это довольно забавно. Но бусинки мне понравились. Я уже даже придумала, куда их применю. Обязательно сниму видео и покажу вам. Вот, потом там же, по-моему, даже у того же подавца я заказывала такие вот колечки. Они сли колечки от Арси. То есть здесь серебряные, такие чёрно-серенькие и золотистые. Я заказывала 5-миллиметровые, но пришло 2 упаковки 5-миллиметровых. А пришла одна упаковка 3-миллиметровых и одна 5-миллиметровых. Но я особо не расстраиваюсь, потому что, в принципе, можно и то, и то куда-то пустить. Единственное, что я думала, что колечки в два оборота. Знаете, как бы полноценный закрытый оборот, то есть они бы не соскакивали, а здесь именно один оборот. И как бы он, вот это меня не очень радовало. Но, может быть, я их применю не туда, куда хотелось сначала. То есть я планировала их для бижутерии, но сейчас думаю, что, может быть, в миниатюре куда-нибудь засуну. Может быть, в мебель или что-то в этом духе. Вот, потом я заказывала такую интересную штучку. Это для удаления волос на лице. Но она не для этого. Просто очень порадовало, что в наборе их две идет. Она стальная, она реально тяжелая, такая хоть и маленькая. Вот она около, не знаю, 7 сантиметров. Но она стальная. У нее рифленая вот здесь ручечка, что очень удобно. Один конец заостренный, на другом конце такая петелька из проволочки. Я думаю, что я тоже куда-нибудь в миниатюре, знаете, там в тортиках сделаю фактуру хлеба, тесто. Вот. А там еще заказывала такие бутылочки. В принципе, везде продают. Но они стояли, по-моему, что-то рублей 20 штучка. Мне показалось очень дешево, потому что у нас такие 120 за штучку. Вот. Пришли вот такой нелепой формы. Ну, одна похожа на бутылку вина, вторая, что не очень. Не знаю, ну, шампанка тоже не катит. Ну, посмотрю. Может быть, я с них сделаю молды. Может быть, не знаю, пока. То есть, может быть, как брелок я их использовать не буду. Я их не для этого заказывала. Потом заказывала вот такие вот, это называется, микробисер. 10 штук разного цвета. В принципе, как бы порадовало, что они все довольно полные. Единственная только баночка, вот, крайне с красным микробисером, она наполовину пустая. И баночка с зеленым микробисером, она открылась и рассыпалась, видимо, в процессе переправки. Вот. Простите. Ну, то есть, упаковка была рассыпана и все внутри перемешалось. Баночки довольно маленькие, они где-то сантиметра полтора высочились. И, как бы, это печалит. Я думала, они гораздо больше. То есть, ну, сантиметра три. А получается, что здесь совсем чуть-чуть. Ну, это тоже не особо печально. Вот. Затем была вот такая штучка для выдавливания пасты из тюбика. Честно говоря, ерунда. Я ее заказала только ради прикола. Она мне стоила, по-моему, 26 рублей. И, честно говоря, фигня фигней. Не знаю, не покупайте такую. Здесь есть инструкция на китайском. Тут ничего не понятно. Вот. Я додумывала сама. С краю она вот здесь открывается. Она не с этого края. Он здесь открывается. Сюда засовывается тюбик. Через эту штучку он, как бы, выходит. Вот. Здесь его надо заправить, ну, в щель на свой, с копкой. Потом закрываете. И начинаете закручивать. Закручивать, закручивать, закручивать. Пока весь тюбик у вас не выдавится. Простите. Я вам скажу, честно говоря, нифига он не выдавливается. Приходится его держать дополнительно одной рукой. Другой рукой крутить. Пытаться что-то как-то... В общем, хреново. Давите просто рукой. И не облегчайте себе жизнь посредством китайской семьи. Вот. Тут еще такая хрень была, чтобы на кафельную плитку прилепить и повесить. Вот так. Простите. А вот это еще хуже. Потому что, как она ерзает, вся срывается и еще больше усложняет вам работу. Вот. Затем я заказывала вот такие штуки, шарики. Ну, называется коктейльные шарики. Значит, такая форма, в которую вот здесь отверстие. Одна открывается, эта штучка. И в отверстие взливается, допустим, сок или какой-то смузи из фруктов или чего-то такого. Это замораживается. Затем форма открывается. Довольно тугая форма. После заморозки открывается. И оттуда вынимается шарик. Его можно положить в чай, в коктейль, в мороженое или еще куда-то. Вот. На самом деле, я думала, что они гораздо, гораздо, гораздо крупнее. Оказалось, что они довольно маленькие. Ну, в принципе, имеют место. Почему нет? Я не думаю, что я расстроюсь из-за того, что они маленького размера. Я просто их всего четыре. Вот. Затем у нас идут... Сейчас, подождите, хотела сумки. Ну, вот еще я заказывала глину. Китайская глина. Честно говоря, заказала тюбик. И вот таких вот десять пакетиков. Черная глина. Еще не пробовала. На самом деле, тоже шли очень долго. Я думала, их потеряли. Пусть порадовала, что тюбик такой большой. Я думала, он меньше. Вот это единственное, что порадовала. Простите. И вот эти вот пробнички, они довольно сместительные. То есть, там раза на три-четыре хватит. Единственное, что к ним не было вообще ничего. Вот это все, что пришло. Никакой инструкции. То есть, здесь все на китайском. Как этим пользоваться? Это надо смывать. Ну, то есть, накладывать, потом смывать. Или это как крем. Или вообще, как это все работает. То есть, чем отличается тюбик от пробника. История умалчивает. Вот такой набор посылок. Которые в чем-то меня порадовали. В чем-то меня расстроили. Вот сейчас. Вот так вот. Вот так вот.